всем привет друзья очередной наш выпуск выпуск наверное начинается немножко необычного начинается в помещении готовить мы будем с вами сначала мы подготовим с вами тушенку а готовить будем как говорится в песне есть то что было то и полюбила так возьмемся за приготовление расскажу вам примерный рецепт он в принципе не сложно самое главное чтобы было мясо мясо говядины конины и так далее мы с вами нарезаем мясо срезаем с кости еще откуда-нибудь можно нарезать большими кусочками можно небольшими еще лучше это если все имеет жирок вот скажем такими средними кусками делаем кошки вообще по идее тоже можно брать с собой на выезд желание варить долго что-то вообще как суп можно конечно саму тушенку просто добавь больше воды чем она удобно смотреть с собой кусок мяса хорошо замариновали шашлык это если вы едете на один день а если у вас два дня нет ладно можно разные способы придумать там на у кого-то это может холодильник есть разные термо ящики и так далее а если нету что тогда делать людям ну в общем тушенка никогда не помешает и не будет лишней как я вам рассказываю свой рецепт легкий рецепт тушенки она она быстро никогда не бывает конечно это в любом случае время с какой части срезать мясо в принципе не важно любая часть мяса она развалится растушится размягчить то время которое проводит тушенка проводит мясо банки и души даже не паримся как полезется так и полезется в принципе здесь есть так вот так вообще даже не задумываюсь не шашлык шашлык кстати тоже будет я покажу но шашлык мы будем делать из курицы тоже быстро и не замысловат хотя я делаю прекрасно шашлык из всего вообще считаю не в обиду женщин женщин люблю красивые милые нежные наши но не в обиду женщинам можно сказать хорошо это не мое выражение но я его поддерживаю мужчины повара а женщины кухарки итак процесс нашего дальнейшего приготовления мы я как уже сказал все в принципе довольно просто мы берем лавровый лист каждый готовит вообще кухня и приготовление еды это настолько творческий процесс что сказать что что-то однозначно правильно или что-то неправильно тоже нельзя из мяса и вообще использую все вот все что конечно в некоторых рецептурах там есть необходимость тот же шашлык тоже необходимость но лучше если он там из спиной и шейной части так как там помягче мясо или еще что то другое лучше когда когда так надо утрамбовывать это дальше добавляем мы с вами соль соль вообще так на начало я рассыпал он добавляю чтобы было чуть-чуть пока недостойно просто досармить будем уже в процессе приготовления чеснока у меня не оказалось я забыл о нем поэтому пользую на том что было то и полюбила черный перец я не добавляю ни лука ничего все это я просто засыпаю сюда без лишнего я говорю рецепт очень прост и конечно же зелень в моем случае опять же она сушеная конечно было бы классно было бы если бы свежее так еще добавим мясо 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 вот так будет замечательно и все это прикрываем прикрыли еще надо чуть-чуть воды давить это быстро кухня я готовлю тут специфическая это так для тур поездок поэтому поэтому она очень простая вот оно есть и должно вот так баночка получится жир мясо жир мясо пожалуйста вторая баночка все так же повторяем рубри бросим мясо жир все подряд так засовываем туда будьте уверены то что вы покупаете в магазинах оно будет не такое вкусное насыщенное посреди с тем что вы сделаете сами чеснок чеснок всегда придает свой вкус и опять же черный перец вот так друзья мы готовим и вторая баночка у нас готово мясо многовато для двух баночек опять же мы с вами доливаем воды так вода пусть просачивается процессе готовки мы еще с вами добавим воды сейчас нам нужно поместить мясо оставшиеся в эти две банки замечательно вот они две банки итак начинаем наш следующий этап приготовления мы включаем плитку на максимум так пусть она прогревается запомните банки должны быть почти полностью в воде для чего ну естественно это все физика так сказать это все для прогревания я предпочитаю сразу ставите теплую воду потому что вода в принципе как таковая она нам не нужна и не важна мы уже как бы не снаружи варим вода для нас она просто как водяная баня поэтому мы будем ставить все очень просто банки закручиваем не полностью потому что будет еще необходимость их открытие вот так видите они должны легко открыться закрыться так и тут тоже и все и это мы оставляем с вами где-то на часов на 5-6 процессе готовки будет необходимость иногда как бы доливать воду так как температура дойдет и вода и кстати воду мы держим не чтобы она не кипела вот сейчас я поставил на максимум когда она прогряется уже я поставлю где-то наполовину потому что ну вода не должна кипеть она должна быть горячей вот крышка вода должна быть горячей и просто как бы нагревать нагревать потихонечку и на этом деле она тушится когда вы достанете уже тогда нужно будет дать им остыть так друзья важный момент мы сейчас проверяем видите мясо потихонечку печется не сильно закрываем и тут тоже печется говорю тушится проверяем так чуть-чуть закрыта чтобы находила но держала вот так что продолжаем готовить дальше так и вот друзья я достал баночки уже закрутила естественно вот так это получилось так выглядит закрутить надо плотно потом когда только достали из кастрюли ни в коем случае не суть их очень холодное пусть они пусть они сначала подостынут в снаружи это вот при комнатной температуре когда температура спустится уже что банки не треснули ложите их холодильник и как только жир замерзнет уже все можно возить с собой а